Друзья, на горизонте замаячила новая эпоха в военной авиации. Китай официально заявил о первом полете своего истребителя шестого поколения, и это реально меняет правила игры. Этот самолет не просто новая игрушка для армии, а вызов всему миру, особенно США. Если раньше такие разработки были прерогативой штатов, то теперь Китай наступает им на пятки. И это не просто гонка технологий. Это борьба за лидерство в воздухе, где каждая страна хочет быть первой. Представьте, самолет, который практически невидим для радаров, может самостоятельно анализировать боевую обстановку и принимать решения в реальном времени. Звучит как из фантастического фильма, но это уже реальность. И да, с таким темпом развития у Китая есть все шансы переписать правила воздушных боев. Теперь представьте реакцию других стран. Ведь каждый новый истребитель такого уровня – это не только защита, но и демонстрация силы, которую нельзя игнорировать. Штаты, например, уже начали заявлять, что они готовы усилить свои позиции, но насколько это реально? Сегодня мы не просто смотрим на технологию, мы видим новую главу в мировой истории. И Китай явно хочет быть ее автором. Чтобы понять, как Китай добрался до истребителя шестого поколения, нужно вернуться немного назад. В 90-х их авиация была далеко не на первых ролях. Уровень техники сильно отставал от США и России. Но затем появился J-10 – первый истребитель четвертого поколения. Это был прорыв. Спустя несколько лет на свет вышел J-20, уже пятое поколение, и Китай начал конкурировать с мировыми лидерами. J-20 стал символом технологического скачка. Он вобрал в себя лучшие из мировой инженерии. Но при этом Китай добавил свои разработки, например, улучшенную стелс-технологию. Если раньше страна лишь копировала чужие решения, то теперь она создает свои. И вот на горизонте уже шестое поколение. Это не просто новый самолет, а концепция, где истребитель становится частью целой системы. Китай больше не догоняет. Он экспериментирует и ищет новые пути. Все это показывает, как за два десятилетия страна смогла из догоняющей превратиться в лидера. Их скорость развития впечатляет. За 20 лет они прошли путь, на который другим странам потребовалось несколько десятилетий. Технологии шестого поколения. Итак, что же делает новый китайский истребитель шестого поколения таким особенным? Во-первых, это стелс. Если J-20 был почти невидимым для радаров, то новый самолет будет полностью скрыт от глаз врага. Считается, что это один из самых невидимых самолетов, когда-либо созданных. Во-вторых, искусственный интеллект – это огромный шаг вперед. Новый истребитель может самостоятельно анализировать ситуацию, например, определять угрозы, выбирать цели и даже принимать решения без участия пилота. Все это сокращает время реакции в бою и повышает эффективность. Кроме того, ходят слухи о трехмоторной конфигурации. Для чего это нужно? Во-первых, это дает больше мощности, что позволяет достигать сверхзвуковых скоростей и лучше маневрировать. Во-вторых, это делает самолет более гибким в сложных условиях. И, наконец, новый уровень электроники. Истребитель может взаимодействовать с дронами, наземными системами и спутниками. Это не просто самолет. Это центр управления, который контролирует всю воздушную обстановку. Можно сказать, что это не просто шаг вперед, а квантовый скачок в военной авиации. Проект «Нанмен». Секретный проект «Нанмен» — это ключ к китайской стратегии в воздухе. Его цель — создать полностью интегрированную экосистему для ведения боевых операций. Представьте себе. Истребитель, который работает не один, а вместе с дронами, спутниками и наземными системами. Это полностью меняет подход к воздушным боям. Новый истребитель сможет координировать действия десятков дронов, которые могут вести разведку, атаковать или даже отвлекать внимание врага. Это похоже на шахматную партию, где каждый ход продуман заранее. Кроме того, проект «Нанмен» предполагает использование самых передовых технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые системы связи. Но что это дает Китаю? Прежде всего, это стратегическое преимущество. Такая система позволяет быстрее реагировать на угрозы и минимизировать риски. Во-вторых, это демонстрация силы. Китай показывает, что он не просто догоняет США, но и может предложить совершенно новые подходы к ведению боевых действий. Открытие двух новых стелс-истребителей в Китае На прошлой неделе в Китае произошло событие, которое взорвало социальные сети. Страна представила сразу два новых стелс-истребителя. Причем это не была официальная презентация. Оба самолета были замечены во время испытательных полетов над густонаселенными районами, что вызвало волну обсуждений. Но вот что интересно, эксперты до сих пор спорят, были ли эти испытания случайными или это часть масштабной информационной кампании Китая. Ведь в наше время, когда все, у кого есть смартфон, становятся очевидцами таких событий, скрыть что-то становится почти невозможно. Один из самолетов, как утверждают аналитики, это модернизированный J-20 с дополнительными улучшениями, такими как усовершенствованный радар и более мощные двигатели. Второй, совершенно новый аппарат, разработка которого держится в строгом секрете. Этот истребитель выглядит как результат дальнейшей эволюции стелс-технологий. Все эти маневры недосмысленно дают понять, что Китай не просто экспериментирует, а активно продвигает свои разработки. И если такие самолеты уже видны на тестовых полетах, то можно только догадываться, что еще скрывается в закрытых ангарах. История программы FC-31. Чтобы понять, как Китай пришел к своему новому истребителю, стоит взглянуть на их предыдущие проекты, такие как FC-31 и J-35. Первый полет FC-31 состоялся еще в 2012 году, и на тот момент он стал настоящей сенсацией. Это был первый китайский истребитель, который действительно конкурировал с западными аналогами. Однако проект столкнулся с трудностями. FC-31 долгое время оставался на стадии прототипа, и лишь недавно появились слухи о его возможном введении в эксплуатацию. Впрочем, есть мнение, что он служит скорее тестовой платформой для обкатки новых технологий. J-35 это развитие идей FC-31, но с упором на адаптацию под авианосцем. Это значит, что Китай хочет создать мощную авианосную группировку, которая сможет проецировать силу в любой точке мира. Интересно, что оба этих проекта могут стать основой для разработки новых истребителей. Китай активно экспериментирует, и каждый новый самолет – это шаг к созданию идеальной машины для воздушных боев. По сути, FC-31 и J-35 – это мост между прошлым и будущим китайской авиацией. Но это еще не все. В Китае активно тестируют беспилотные стелс-аппараты, которые могут изменить представление о ведении воздушных операций. Один из таких дронов был замечен недавно. Его форма и размер явно намекают, что это не просто разведывательный аппарат, а полноценное оружие для будущих боев. Этот дрон, как говорят, сможет сопровождать истребителей шестого поколения в бою, выполняя роль ведомого. Он будет анализировать обстановку, привлекать на себя внимание радаров и даже наносить удары по целям. Такая стратегия делает боевые операции более гибкими и эффективными. Интересно, что дрон выполнен в ТЛС-дизайне – это когда у аппарата нет привычного хвостового оперения. Это повышает его скрытность для радаров, а также улучшает аэродинамические характеристики. По сути, это еще один шаг в будущее, где беспилотники играют ключевую роль. Но почему это важно? Дроны такого типа позволяют сэкономить ресурсы и снизить риски для пилотов. Плюс их проще производить в больших количествах. Китай, похоже, делает ставку на массовую автоматизацию военной авиации, что дает стране явное преимущество в будущих конфликтах. Теперь давайте сравним китайские и американские авиационные технологии. На первый взгляд может показаться, что США далеко впереди. Ведь их программа истребителей шестого поколения началась еще в 2014 году. И у них уже есть несколько прототипов. Но вот в чем дело – Китай развивается быстрее. Если США делают ставку на качество и долгосрочную надежность, то Китай готов экспериментировать и внедрять новые технологии уже сейчас. Например, китайские инженеры активно работают над интеграцией искусственного интеллекта, в то время как американцы сосредоточены на стелсе и сверхзвуковой скорости. Кроме того, Китай активно развивает дроны, которые смогут работать в тандеме с истребителями. В этом направлении страна явно обгоняет США. С другой стороны, у американцев есть огромный опыт и ресурсы. Их самолеты, такие как F-22 и F-35, уже доказали свою эффективность. Китайским же истребителям еще предстоит пройти проверку реальными боевыми действиями. И все же, несмотря на все различия, обе страны движутся к одной цели – созданию воздушного превосходства. И пока рано говорить, кто окажется впереди. Но одно ясно точно – это соревнование станет определяющим для будущего мировой авиации. Белый Император Китайский проект шестого поколения истребителей, известный как Белый Император, уже стал легендой в авиационной индустрии. Хотя многие детали этого проекта держатся в секрете, есть информация, которая заставляет задуматься о масштабах амбиций Китая. Белый Император – это не просто истребитель. Это машина, способная летать на сверхзвуковых скоростях и даже выходить за пределы атмосферы. Представьте, самолет, который может подниматься на околоземную орбиту для выполнения разведывательных или боевых миссий. Это уже не научная фантастика, а реальная перспектива. Одной из ключевых особенностей этой машины станет полностью интегрированный искусственный интеллект. Этот ИИ сможет не только анализировать ситуацию на поле боя, но и предугадывать действия противника, адаптироваться к быстро меняющимся условиям и принимать решения без участия пилота. И еще один важный момент. Белый Император будет оснащен самым передовым вооружением, включая гиперзвуковые ракеты. Это оружие, которое сложно обнаружить, а еще сложнее перехватить. Китай явно делает ставку на то, чтобы стать лидером в сфере военных технологий. И Белый Император может стать ключом к этому лидерству. Этот проект — это вызов всему миру, который не только демонстрирует амбиции Китая, но и поднимает планку для других стран. Беспилотный грузовой самолет. Помимо боевых истребителей, Китай делает большие успехи в создании беспилотных грузовых самолетов. Один из таких проектов недавно прошел успешные испытания. Его разработала компания Sichuan Tangent Technology, и он предназначен для доставки грузов в труднодоступные районы. Этот беспилотник выглядит как смесь дрона и обычного грузового самолета. Его главная особенность — способность перевозить до 20 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Это позволяет использовать его в зонах, где нет развитой инфраструктуры, или где проведение гуманитарных операций требует быстрой и эффективной доставки. Но есть и военная составляющая. Такой дрон может использоваться для снабжения войск в труднодоступных районах, доставки оборудования или даже транспортировки оружия. Это делает его универсальным инструментом, который может найти применение как в мирное, так и в военное время. Кроме того, беспилотный грузовой самолет оснащен продвинутой системой навигации, которая позволяет ему облетать зоны турбулентности и избегать столкновений с другими объектами. Это делает его еще более надежным. Этот проект показывает, что Китай смотрит не только на поле боя, но и на логистику, которая является важной частью любой современной военной компании. Заканчивая наш разговор о китайских истребителях, давайте задумаемся, как эти технологии могут повлиять на будущее. Ведь появление шестого поколения боевых самолетов – это не просто новый виток развития авиации. Это возможность для стран изменить баланс сил на мировой арене. Технологические данные, которые Китай собирает и разрабатывает, становятся инструментом глобального влияния. Стелс-технологии, ИИ, гиперзвуковое оружие, беспилотники – все это меняет правила игры. Но с этими новыми возможностями приходят и новые угрозы. Например, автономные системы, такие как боевые дроны, могут быть использованы не только на поле боя, но и для шпионажа или кибератак. В мире, где технологии развиваются так быстро, важно понимать, как защитить себя от их злоупотребления. Китай делает огромные шаги вперед, но это поднимает вопросы о том, как другие страны будут реагировать на такую гонку вооружений. Ведь каждая новая разработка требует ответа. И здесь важно не только догонять, но и искать новые пути развития. Китай меняет правила игры. Итак, давайте подытожим. Китай не просто разрабатывает новые истребители. Он меняет правила игры в мировой авиации. Все это ставит Китай в центр внимания. Сравнивая их с США и другими странами, мы видим, что Китай не просто догоняет, но и предлагает свои уникальные решения. Это уже не просто копирование технологий, а их переосмысление и адаптация под собственные нужды. Что будет дальше? Сможет ли Китай стать лидером в этой сфере? И как это повлияет на глобальный баланс сил? Пока мы не знаем ответов на эти вопросы. Но одно ясно точно. Мы живем в эпоху, когда технологии меняют все, в том числе и авиацию. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Пишите в комментариях, что вы думаете о будущем авиации и кто, по вашему мнению, будет лидером в этой гонке. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!